Библейский портал экзегет.ру представляет 37 глава книги Исаии. Мы читали 36-ю в прошлый раз в рамках нашего проекта портала «Экзегет». И она заканчивается прямо как какая-нибудь серия детектива на самом мрачном месте, где растет напряжение, где вот не знаем, что произойдет. Ассирийский полководец со своим войском готовится осаждать Иерусалим. Перед этим он выступает на иудейском языке, так что все все поняли перед народом, и сообщает, что Господь не спасет Иерусалим. Много было стран, много было народов, у каждого народа свой бог. Все они покорились ассирийцам, которые не покорились, те были уничтожены, пали от руки ассирийского царя, вас ждет то же самое. И посмотреть вот так с практической точки зрения, ведь он прав, ассирийское войско огромное, это огромная империя, которая не сравнится с крохотной иудеей. Что делать? Царь Хискея, который описан в Библии как царь действительно верующий, это не каждого царя касается. То есть в бога-то, может, они верили, но исполняли его заветы далеко не все. Вот Хискея на хорошей стороне, он услышал эту новость. С этого начинается 37 глава. Когда Хискея услышал эти слова, то разорвал свои одежды, покрылся рубищем, то есть одеждой скорби, поста, молитвы, и пошел в храм Господень. Он послал Алья Кимаса на хилке и смотрителя дворца с пиццом Шевной и со старшими священниками, они только что ходили, вот эти двое к ассирийскому царю на переговоры, к его, точнее сказать, полководцам, послал вот их со старшими священниками, одетыми в рубище, да, в ту же одежду, к Исаии, сыну Амоца. Вот на сцену выходит наш пророк. Смотрите, смотрите, 36 глава никого Исаии нет вообще, хотя это книга пророка Исаии, но это вот эпизод из жизни Исаии, но к Исаии прибегают тогда, когда вот дело швах, когда уже одеваться абсолютно некуда. Они передали ему такие слова хиски. «Настал этот день, день беды, кары и позора. Настало время младенцам выходить из утробы, но нет сил родить. Надеюсь, Господь твой Бог ответит на слова этого полководца, которого послал его господин ассирийский царь, хулить живого Бога и поносить его словами, какие Господь твой Бог слышал сам. Помолить же о тех, кто еще остался в живых». Интересная роль у Исаии. Пророк, он передатчик молитвы для Бога. Почему хиския не помолится Богу самому? Хиския достаточно благочестивый царь. Он не то, чтобы он там язычник какой-то, который Богу не молится единому, и поэтому должен просить кого-то, да? Но вот пророк ближе. Вот пророк – это тот человек, который знает, как говорить с Богом о таких вещах. В общем-то, может быть, это и есть его главная функция. Когда слуги царя хиския пришли к Исаии, Исаия велел им передать их господину то, что говорил Господь. «Не бойся услышанных тобой слов, которыми ругали меня слуги ассирийского царя. Я пошлю в него некий дух, и услышит он некую весть, и тогда он вернется в свою страну, а в его стране я сражу его мечом». Хм. А нельзя поконкретнее? Ну вот, смотрите, мы очень любим всякие новости политические. Ну, не все их любят, но многие. Что происходит? Где там какой заговор? Где там какие войны? Кто за кого? Кто против? Кто на чьей стороне? Некий дух, некую весть. Сражу его мечом. От кого? Никаких подробностей. Потому что они не нужны. Потому что вот к Богу обращаются с просьбой об избавлении. В ситуации, когда этот самый иноземный полководец оскорбляет Бога, а не просто Иерусалиму грозит. И Господь говорит, да, я изменю эту ситуацию к вашему благу и к своему величию. А как? А как захочу. Не ваше дело. Вот это удивительная вещь. То есть, все то, что второстепенное, оно остается непонятным и человеку ненужным. А все то, что главное, он сообщает сразу. Тут полководец вернулся к ассирийскому царю, который как раз осаждал Ливну. Ведь ему уже сообщили, что царь оставил Лохич. Лохич, это основная масса войск, ведет боевые действия, осаждая разные города и захватывая их, проглатывая по кусочку страну. Ну, соответственно, он ушел от Лохиши, когда там было войско. Дальше царь переделился к следующему городку, и полководец возвращается туда. А царь услышал, что на него идет войной эфиопский царь Тахарка. Ну, очевидно, египетский, да, потому что Эфиопия все-таки далековато, но он может быть членом эфиопской династии в Египте. И тогда он послал киски гонцов. Да, у него другая война. Тут маленькая иудея, он не успел ее раздавить, но на него нападает другое, более сильное войско, чем эта иудея. Ему некогда возиться с иудеей. И поэтому он посылает гонцов. И вот что велел он передать киски иудейскому царю. Пусть не обманывает тебя твой бог, на которого ты надеешься, мол, Иерусалим не будет предан в руки ассирийского царя. Ты же слышал, что сделали ассирийские цари со всеми странами, предали их заклятию. Заклятию, то есть уничтожили. Этот термин, в общем-то, религиозный, но означает, что территория, город, страна, они уже не существуют. И просто опустошаются полностью, все, что в них есть живого, уничтожается. А ты что, уцелеешь? Мои предки сгубили другие народы. И что, их боги уберегли их? Например, Гозан и Харан или Санавьёв и Дэна, что жили в Тенасаре? Где теперь царь Хамата и царь Арпады, цари Цефарвая, Махена и Лиивы? Разные области, мы даже не про все из них знаем, где они конкретно находились. Ну, понятно, что, как сегодня на всяких памятниках, там солдатам пишут места славных сражений, побед. Вот он тоже излагает список. Хискея взял послание из рук гонцов и прочитал его. Да, вот он грозится, а сирийский царь, он не может сейчас завоевать, но говорит, подожди, подожди, придет время, я с тобой тоже разберусь. А потом Хискея пошел в храм Господень и развернул его пред Господом. Так молился Хискея Господу. Господи, Божий воин, сидящий на херувимах. Херувимы, то есть вот эти не младенчики с крылышками, а некие такие таинственные существа, которые действительно изображались крылатыми, но мы слабо себе представляем, как они видели, и это вот изображение служебных духов Бога. «Ты один над всеми царствами земли, ты небо и землю сотворил, вслушайся, Господи, и ты услышишь, смотришь, и ты увидишь, какими словами поносил живого Бога через своих вестников Сенахириб». То есть, смотрите, когда припекло Хискея не говорит, нам плохо, помоги нам, он говорит, Господи, Сенахириб ставит себя на твое место, он говорит, это я, владыка над всеми этими народами, на самом деле ты. Вот когда припекло, то мы вспоминаем иногда о том, что на самом деле все от Господа зависит, а не от разных политических сил, военных успехов, экономического какого-то расклада и так далее. «И вправду, Господи, опустошили царей и сирийские все страны их земли, побросали богов их в огонь, но ведь то не боги, а творение рук человеческих, дерева и камень, уничтожили их. Но ты, Господи Божий наш, спаси нас от руки его, и узнает все царства земли, что один ты, Господь». То есть, дело не только в том, что мы просим о помощи, дело в том, что ты, Господь, а Сенахириб подвергает сомнению твой суверенитет, твою власть над этим миром. «А Исаия сына Моца послал передать Хискеи такие слова Господа Бога Израиля». Интересно. Смотрите, молитва. Сначала Хискея просит Исаия помолиться, это в прошлой главе мы читали. Потом он молится сам, но ответ в любом случае приходит через Исаию. Вот роль пророка. Эти главы в конце 30-х глав книги Исаия, они рассказывают нам, как это работает, как устроены вот эти отношения в обществе между пророком и царем, как это выглядит. Здесь описана, конечно, идеальная, скорее, ситуация. Бывали и другие, но, тем не менее, на нее тоже обязательно надо посмотреть. Значит, пророк приходит все-таки с ответом, или, точнее, передает даже ответ. «А Исаия сына Моца послал передать Хискеи такие слова Господа Бога Израиля. «Ты молился мне о Синахирибе, о сирийском царе, и вот какое слово изрек на него Господь. «Презирает тебя, смеется над тобой девственная дочь Сиона, качает головой тебе вслед дочь Иерусалима». То есть это, соответственно, Иудей и Иерусалим. «Кого это ты поносил? Кого хулил? На кого возвысил голос? На кого смотрел свысока? На святыню Израиля? Устами своих слуг ты поносил Господа, говорил. Множеством колесниц я горы покорил, добрался до дальних отрогов Ливана, срубил высокие его кедры, лучшие его кипарисы. Дошел до удаленных вершин, до цветущего его леса. Копал я колодцы в чужой стране, и воду из них пил, стопами ног своих осушал египетские реки». Ну вот, пересказ несколько поэтизированный того, что на самом деле Синахириб и в своем послании, и, как мы видели в предыдущей главе, через своего полководца передавал всем израильтянам ответ на это. «Разве не слышал ты, что издавна я это сотворил, издревле замыслил, а ныне свершил?» То есть он лишь исполнитель воли Бога. Он, в принципе, сам так о себе говорил, по крайней мере, полководец предыдущей главы, говорит, да, это Господь меня отправил. Но он долго там хвастался, говорил, я, 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 кстати, Господь на моей стороне. «А здесь ты инструмент, потому и обращаешь ты твердыни городские в груды развалин. Жители их бессильны, опозорены и разбиты. Как полевая трава, как зелень, как трава, выросшая на крыше, что засохнет, прежде чем даст колос». Крыши у них были глинобитными, земляными, то есть семечко попало, трава растет. Но, конечно, на глинобитной крыше мало для этой травы все-таки возможности укорениться, поэтому она высыхает очень быстро. «Останешься ли ты на месте, уходишь или возвращаешься, все это я знаю. Знаю и то, как на меня ты еришься. За то, что на меня ты разъярился, и похвальба твоя достигла моего слуха, продену тебе в нос свое кольцо, в рот тебя вложу свои удила, отправлю тебя назад той же дорогой». Ну, то есть как какого-то быка, да, вот ему кольцо в нос, чтобы его можно было вводить, да, нос – чувствительное место у быков тоже, и такого бодливого быка, его за нос вводят, в нос в дев кольцо и удила, то, что не позволяет кусаться. Ну, это скорее для лошадей. И вот он взнуздывает этого самого сирийского царя и ведет его, как свое домашнее животное. Атимихийский – такое знамение. «В этот год ешьте, что само родится, и на следующий самородный хлеб». Ну, то есть очевидно, что из-за войны нормального сельского хозяйства не будет, да, посеять и собрать урожай по-человечески не получится, поэтому что-то родится само. Ну, когда там посеяли, да, то какая-то часть колоссов падает и прорастает. «А на третий год сейте и жните, виноградники разбивайте, урожай с них ешьте». То есть, грубо говоря, военное вот это время продлится два года, на третий вы вернетесь к мирной жизни на своей земле. А помните, там Синахириб в предыдущей главе передавал жителям Иерусалима, что их уведут в другую землю, где все то же самое. Ну, конечно, не то же самое. А здесь вот вы остаетесь на своей земле со своим урожаем. Уцелевший остаток дома Иуды снова пустит вглубь свои корни, плоды принесет его крона. Остаток – это постоянный образ в пророческих книгах. Если другие народы уничтожаются целиком, то у Израиля всегда есть остаток, всегда есть что-то такое, что переходит к следующим поколениям. И, соответственно, этот остаток, он приносит свои плоды, он процветает. Остаток, выйдет из Иерусалима, уцелевший из горы Сионской, ревность Господа воинств сделает это. Потому вот что говорит Господь об ассирийском царе. Не войти ему в этот город, не разить его стрелами, щита к нему не приблизить, вала против него не насыпать. В какой дороге он пришел, по той обратно возвратиться. А в город этот ему не войти, пророчество Господа. Я сохраню этот город, сберегу его для самого себя и для раба моего Давида. Раб мой Давид, но понятно, что это царская династия, которая происходит от Давида. И вот, собственно, отрицание того, что ассирийцы с такой похвальбой собирались сделать. А дальше еще интересная вещь. Смотрите, вот с самого начала этой истории, в этой главе, говорится, что он уйдет, ассирийский царь, потому что услышит некую весть. Но, очевидно, он вернется, как он и собирался сделать. Это была лишь краткая передышка. А вот окончательное действие, оно описано тут. Тогда выступил ангел Господень и поразил в ассирийском лагере 185 тысяч человек. Едва расцвело, всюду лежали трупы. Что это было, мы не знаем. Какой-то мор, какое-то особое происшествие. Ну вот, войско понесло огромные небоевые потери, прежде чем вошло, собственно, приступило, собственно, к осаде. После этого синахири, ассирийский царь отступил, вернулся в Ниневию, где и оставался. Однажды, когда он совершал поклонение в храме Бога своего Несроха, его сыновья Адрамеллах и Шарецер сразили его мечом, а сами бежали в страну Урарту. Вместо него стал править его сын Асархаддон. Вот исполнение другой части пророчества о том, что он будет сражен мечом в своей стране. И мы не знаем подробностей вот истории про ангела, но одна вещь меня все-таки удивляет. Почему бы Господу не сказать, я пошлю своего ангела, он поразит его воинов, и, в общем, войско рассеется, да? Ведь он это и сделал. Зачем говорить только о таких более внешних по отношению к участникам этой ситуации, силах? То есть слух он услышит, вернется. Вот мне кажется, что Господь, если он творит чудеса, он их творит не по расписанию. Он не выдает талоны на чудеса. И пророчество о том, что я пошлю ангела, он поразит воинов, это был бы талон на чудо. Если не хватило такого естественного развития событий, как весть о нашествии уже на Осирию другого еще царя, Господь может для исполнения своего замысла включить некое чудо в этот ход событий. Но он не будет этим чудом распоряжаться, как вот, еще раз скажу, чем-то гарантированным, да? Это то, что всегда происходит неожиданно, то, что всегда происходит вне расписания. Ну вот, и, может быть, для Господа было важно сказать, что я вас избавлю от этого нашествия, а как? Вот об этом не волнуйтесь. И вера, она еще и про доверие, про то, что мы часто не понимаем, как Господь это сделает, но иногда делает совершенно непредсказуемыми для нас способами именно то, в чем мы нуждаемся больше всего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok